Послание к Колоссянам, глава четвертая Слово «возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать». Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши. Санисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас, они расскажут вам о всем здешнем. Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его. Также и Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных, они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою. Приветствует вас Епофраз ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодике и Иераполе. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас. Приветствуйте братьев в Лаодике и Нимфана, и домашнюю церковь его. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы. «Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Приветствия моею рукою, Павловою. Помните мои узы. Благодать со всеми вами. Аминь». Спасибо. 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 Спасибо.